На северо-востоке Волгоградской области, всего в 15 километрах от районного центра Жерновск, находится одно из самых удивительных аномальных мест в мире. На географических картах это место именуется Медведицкой горной грядой. На самом же деле, это цепь пологих холмов, самый высокий, из которых не более 250 метров от основания. Очевидцы утверждают, что здесь творятся невообразимые для нормального человека вещи. Безобидные, а иногда и не совсем внезапные остановки автомобильных моторов, – спорадические помешательства рассудка у местных жителей. Только тут могут быть сильные грозы, когда вокруг абсолютно безоблачное небо. Но больше всего пугает урочище «Синяя гора». Его называют местом огненных шаров и склоном бешеных молний. Немногие решаются добраться до урочища и разгадать его тайну. Но иногда любопытство сильнее страха. Каждый день человек сталкивается с необычными явлениями природы. Некоторые опасны, другие красивы так, что захватывает дух. Третьи – редкие и оттого еще более загадочные. Что такое шаровая молния? Удивительно, но никто до сих пор не может дать точный и обстоятельный ответ. Даже простые линейные молнии, низвергающиеся из черных грозовых облаков – не до конца изученное явление. Шаровые же – истинная загадка даже при нынешнем уровне развития науки. Шаровая молния – это загадочное явление, которое будоражило, вообще говоря, и продолжает будоражить умы людей разных. Но постоянные знания на эту тему всегда было очень трудно распределить, получить, обработать и так далее. Это самое обычное явление. Они пока таинственны, пока их не поздно. Ну вот полтергейст, возьмем. Что более таинственное? Мифы и легенды древности представляли шаровую молнию в самых разных обличьях, но чаще всего в виде монстров с огненными глазами. Первые документальные свидетельства об этом явлении восходят еще к временам Римской империи. А в русской летописи оно впервые упоминается в 1663 году. В один из монастырей пришел донос от Папа Иванища из села Новые Ерги, в котором сообщалось, что огонь на землю падал по многим дворам, и на путях, и по хоромам, и люди от него бегали, а он катился за ними, но никого не ожег, а потом поднялся вверх в облака. Многочисленные очевидцы по-разному описывают шаровую молнию. Яркий светящийся шар, не связанный с каким-либо источником электроэнергии, перемещается как горизонтально, так и хаотично. В редких случаях молния прилипает, например, к проводам и движется вдоль них. Наредко шар попадает в закрытое помещение через щель меньше своего диаметра. Исчезает молния так же странно, как и появляется. Может взорваться, а может просто погаснуть. Еще одна загадка ее в том, что представляя собой некую газообразную субстанцию, молния не смешивается с окружающей атмосферой, а имеет довольно четкую границу шара. Шаровую молнию, кажется, здесь надо рассматривать в нескольких вариантах. Это все-таки именно и как геофизический процесс, тем более хорошо изученный. В Новосибирске профессор Дмитриев очень долго занимался изучением шаровых молний. Тем более, что шаровые молнии, они бывают разные. Бывают, что так называемые, низкоэнергетические шаровые молнии, которые, грубо говоря, не излучают такой страшный большой потенциал и не взрываются. Низкоэнергетические шаровые молнии, они часто возникают в зонах очень сильных тектонических разломов. То есть вот та вот энергия, которая идет из нет земли, она определенным образом скапливается. И в виде вот таких шаровых структур начинает некоторое время жить в атмосфере. Мы можем строить любые догадки, и серьезные, и не очень. Но все же, что такое шаровая молния? А может быть, кто? Непостижимая тайна природы или посланница высших сил? В Библии неоднократно встречаются описания загадочного явления, предельно похожего на шаровую молнию. В книге «Исход» говорится, что когда еврейский народ выходил из Египта, на протяжении всего пути его сопровождал столб огня и дыма. Но Библия не самый древний источник, в котором можно найти свидетельство шаровой молнии. Есть летописи и устные сказания, которые с самых незапамятных времен хранят истории о таинственных огненных шарах. В Таджикистане есть загадочный курган, сложенный из округлых камней. Местные жители из поколения в поколение передают легенду об огненном подземном царстве и живущих там злых духах. Иногда эти духи возникают на вершине кургана в виде горящих шаров, окруженных черным сиянием и запахом серы. Описаниями встреч шаровой молнии пестрят заголовки газет и журналов в самых разных уголках нашей планеты. Реальные и вполне правдоподобные свидетельства полны невероятных загадок. Я работала как раз за вклубом. Очень поздно домой ходила. Ну, пока есть молодежь, пока туда-сюда. И вот иду с клуба, дважды видела такую, как вам сказать, как свеча вот. Вот есть или иголка, или как свеча, или вот такая вот висит. И вот я иду, она перемещается, перемещается, и вот как от котельной, и пошла в сторону Саратов. Сами деревья, они растут не как обычно, вот прямые, а их выкручивает каким-то образом. Вообще место очень интересное. И с точки зрения геофизики, те приборные исследования, которые там проводились, показывают, что вот именно в этом месте очень повышен электромагнитный фон. С чем это связано, непонятно. Следы загадочных огненных шаров присутствуют в урочище повсюду. Например, странные выжженные рисунки среди густой травы. А еще здесь почти нет насекомых и ни одной птицы над Синей горой. Местные жители утверждают, что шаровые молнии иногда разгуливают и по деревням, как у себя дома. Это было после обеда. Я легла отдохнуть, смотрела на стену, и вдруг увидела вдоль этой стены двигался яркий шарик. Он был похож на солнечного зайчика или на пятно круглое от фонарика. Я не испугалась, я захотела его потрогать. Я потянула к стене руку и резко отдернула ее, потому что что-то закрохотало. Я спряталась под одеялом. Преодолев страх, Ульяна подошла к окну и увидела пожар. Это горел дом напротив. Шаровая молния выбрала себе другую жертву. И рядом с домом стояли два столба деревянных, и их верх был превращен в щепки. Люди отовсюду бежали и кричали, и бежали с водой. Как свидетельствуют очевидцы, огненные шары движутся со скоростью пешехода в полуметре или чуть выше от земли. По ожогам на деревьях даже можно определить размер шара. Самая большая молния была в диаметре почти два метра. Вот представьте себе, вот такая вот, может быть, чуть побольше, шаровая молния примерно такого диаметра пролетает здесь. Естественно, она, может быть, даже не лавирует, может быть, она не пытается пролететь между деревьями. Как летела, так и летит. То есть пролетает, как говорят, как горячий нож сквозь масло. Пролетает мимо деревьев, объедая их со всех сторон. Деревья, как огрызки от яблок, остаются стоять. Шаровая молния улетает куда-то там вдаль, по своим делам мне непонятны. Молнии могут лететь против ветра и зависать над предметами. Также интересно, что одна и та же шаровая молния сжигала деревья на своем пути. Однако людей либо обходило, либо, проходя сквозь них, не причиняло никакого вреда здоровью. Один из таких случаев был зафиксирован в местной больнице. Там наблюдалась пациентка, сквозь которую пролетела шаровая молния. Женщина защищала от огненного шара своего ребенка. Получилось так, что молния несколько раз прошла и сквозь нее, и сквозь мальчика. Пострадавших в шоковом состоянии доставили в больницу. Но, как оказалось, их здоровью не было нанесено никакого вреда. Случаи, конечно, есть такие, когда описывается, что и молния человека преследовала, и буквально гонялась за ним, и не только там по квартире, а и в чистом поле преследовали эти шаровые молнии. У нас наподобие как раз случай произошел в Красновишевском заповеднике, в Пермском крае, когда лесничий пытался тоже от шаровой молнии убежать, непонятно, почему происходило, что там. Может, у него там или железо на нем было, или какие-то палки были. И действительно какая-то непонятная биологическая вот эта вот связь, которая притягивает эти объекты, спасся он только после того, когда сумел забежать в сторожку. В итоге молния в стекло ударила, взорвалась там у осколками от стекла. То есть случаи-таки есть, но почему это происходит, это пока еще загадка, конечно. Жители деревень, расположенных вокруг Медведецкой гряды, часто вспоминают трагическую историю, которая приключилась здесь лет 15 назад. В холодный и сырой ноябрьский день пастух Юрий Мамаев, перегоняя оттару овец, присел передохнуть на охапку сена. Его напарник отлучился буквально по его словам на секунду. И когда оглянулся, то заметил, что вместо человека, как он выразился, сидел черный манекен. Не подавал признаки жизни, вызвали скорую помощь. Ну, в такую глушь скорая помощь, я думаю, что самая ранняя приехала часа через четыре. И даже несмотря на то, что было холодно, тело положили на носилки, и, по словам врачей, носилки задымились, то есть оно еще было горячим изнутри. Вскрытие показало, что ожог шел изнутри тела. Одежда на жертве оказалась абсолютно неповрежденной. Что убило пастуха, медэксперты так и не смогли объяснить. Интересно, что детали этого происшествия странным образом напоминают другие трагические события. Осенью 1924 года ОГПУ расследовало три случая самовозгорания людей в Москве, объединенных в дело о самозапальных. Один из них произошел в новом пролетарском театре Луны. Во время репетиции загорелся и погиб актер. Дело о самозапальных контролировал заведующий специальным отделением ОГПУ Глебокий. Но ни ученым, ни чекистам так и не удалось раскрыть эту тайну. Спонтанное самовозгорание людей – феномен, часто описываемый как паранормальное явление, в результате которого человек может воспламениться. За последний век таким страшным образом погибли несколько сот человек. Пламя могло начать пожирать свою жертву и в закрытом доме, и на свежем воздухе, и за рулем автомобиля, и даже за штурвалом корабля. И, как правило, если горело тело, то одежда оставалась нетронутой. Мистика? Наваждение? Или еще одно зловещее свойство шаровых молний? Здесь, на Медведицкой гряде, другого объяснения внезапной гибели пастуха Юрия Мамаева искать не приходится. Возможно, в тот роковой момент он решил отдохнуть как раз на том месте, где веками проходил маршрут следования шаровых молний. Может, поэтому место это с древних времен носит зловещее название «Чертово логово». Конечно, тут грешили и на черта, и на дьявола, и на все, что угодно, поскольку само место, в общем, давно пользуется дурной репутацией, и это блудное место. Сюда ночью местные жители вообще стараются не соваться. И когда случайно или не случайно здесь работы заканчиваются за полночь, то говорят, как ни стараются, борозду на вот этом поле никак не могут проложить по прямой линии. То есть ночью эта линия кажется прямой, а при свете дня выясняется, что, оказывается, кружили на пустом месте. А дальше расположены невысокие холмы. Местные жители сторонятся этих мест. Их пугают странные подземные ходы непонятного происхождения. Даже специалисты говорят, что на обычные пещеры они совсем не похожи. Возможно, преграду в виде холма шаровая молния может преодолевать под землей, буквально прожигая ход в нужном для нее направлении, ни на сантиметр не отклоняясь от своего маршрута. Это еще одно фантастическое свойство шаровой молнии. Вот очень хорошо видно старые стенки, которые слегка обожжены. Хотя материал стенок настолько хрупкий, что, кажется, пещера должна обвалиться, но что-то держит стенки пещеры, кроме самого материала. То есть, по предположению геологов, стенки предварительно были обожжены. Для того, чтобы обжечь стены этой пещеры, необходима температура, которую достигают в доменных печах. В ноябре 1975 года в журнале «Наука и жизнь» была опубликована статья о шаровой молнии. К статье прилагались письма читателей с подробными рассказами и свидетельствами встреч с загадочными огненными шарами. К одному из писем была приложена фотография оконного стекла с круглым отверстием, которое оставила после себя шаровая молния. Края отверстия оплавлены. И в то же время известны случаи, когда шаровая молния проникала в салон самолета, не нарушая герметизации. Все эти невероятные рассказы пугают, настораживают, удивляют, но никак не дают ответа на нужный нам вопрос. Что же такое шаровая молния? И почему именно здесь, на Медведицкой гряде, их так много? Возможно, здесь они зарождаются. И именно отсюда, как из осиного гнезда, начинаются их зловещие путешествия. А может, это даже и не шаровые молнии, а еще более загадочные плазмоиды, то есть сгустки ионизированного газа и магнитного поля. За последние 20 лет в этом районе работало несколько десятков экспедиций. Несмотря на тщательные исследования, никто не может дать научных объяснений происходящему. Ясно одно. Огненные шары и тоннели как-то связаны между собой. Но какая сила управляет молниями или плазмоидами, пока неизвестно. Возможно, тайна Медведицкой гряды скрыта еще глубже под землей. В этом месте очень повышен электромагнитный фон. С чем это связано, непонятно. Может быть, там действительно есть какие-то разломы, может быть, там есть залежи каких-то железно-рубных пород, которые сами по себе уже являются определенным генератором. То есть они вот притягивают такую энергию, фактически как огромные магниты. Но чаще всего на нашей практике вот именно явления, связанные с какими-то шаровыми молниями, с такими светящимися объектами, вот ими шарообразными, которые нельзя назвать летающими тарелками, возникают именно в зоне тектонических разломов. То есть все-таки я считаю, что в первую очередь это геофизический процесс, и уже во вторую очередь аномальный. Так вот эти шаровые молнии или плазмоиды, вероятно, выходят из глубин почвы. То есть, скорее всего, за их генерацию могут быть ответственны те же самые геологические разломы. Некоторые исследователи склоняются к одной из самых невероятных и в то же время похожих на правду гипотез. Наша планета является живым существом, частью большого космического организма. Для молнии отводится одна из самых важных ролей — выполнять функцию нервной системы, быть частью нейронной сети. Это каналы связи между отдельными частями единого организма. Более быстрых и эффективных способов передачи информации, как с помощью грозовых разрядов молний, у Земли просто нет. Или они нам неизвестны. Может быть, здесь кроется отгадка? Конечно, эта версия не выдерживает никакой критики со стороны классической науки. Однако гипотеза о том, что молния — это часть живого организма, не кажется такой уж фантастической, когда слушаешь рассказы очевидца. Это произошло в 1958 году. Команда альпинистов во главе с Владимиром Ковуненко участвовала в восхождении. Спортсмены вышли на гребень, разбили лагерь для ночлега. Совсем близко подошел грозовой фронт. Короче говоря, погода нас не баловала, и мы остались ночевать. Где-то никаких предчувствий не было, ничего не было, все нормально. Я проснулся, наверное, я не помню, не то, что не помню, просто не знаю, не то в два, не то в три, где-то ночью проснулся и увидел размер теннисного мячика, такой фосфорический шарик. Конечно, я удивился. Сначала я даже не понял, насколько это все реально, нереально. Ну, а потом этот шарик начал контачить непосредственно с нами. С кого он начал? Трудно. Я думаю, что он начал все-таки с Коли Иванова. Интересно, что перед тем, как начать атаку, незваный гость облетел палатку по периметру, потом начал останавливаться возле каждого альпиниста, как бы изучая лежащих в спальных мешках людей. Через каких-то несколько мгновений внутри шаровой молнии что-то затрещало. изменился цвет, оболочка заискрилась, как будто ее что-то сильно рассердило. И в тот же момент шар начал атаковать альпинистов. Он окучил нас всех, но мне больше всех досталось. Это, в общем-то, мне всегда достается прилично. У меня 8 контактов прямых. Ну, потом мы узнали, что это шаровая молния. Так толком мы и не знали, что происходит. Значит, контакт – это ожоги четвертой степени с последующей пересадкой. И все эти ожоги, ну, довольно-таки по площади большие. У Башкирова Володи было 6 контактов, у Зыбина – 6 или 5. А вот Коля Иванов, который лежал на моем месте, у него было 3 контакта, один из них – солнечное сплетение. Сколько он гулял в палатке, и никакой, конечно, очередности не было. Все вот эти контакты были хаотичные. То меня, то там, то там раздавались всякие. И что происходит, никто не знал. Трудно объяснить подобное явление. Можно посчитать это галлюцинациями, больным воображением, возникшим под воздействием сильного стресса, страха, например. Одна из множества гипотез говорит, что шаровая молния действует по велению некоего высшего разума. Или сама является высшим разумом. На самом деле, какие-то самоорганизующиеся явления в средах обычных наших тоже бывают. И вот скорее все-таки шаровая молния – это тоже самоорганизующая. Есть ли влияние разумных каких-то мыслящих сущностей на ее формирование – не знаю. Вот то, попадет или нет под эту молнию конкретная мыслящая сущность, здесь наверняка все связано. А вот сам Генезис, можно ли сказать, что кто-то сидит там, волшебник, и генерирует их, не знаю. Ну и не исключаю. Официальная наука скептически относится к подобного рода версиям. Непосредственно практики, которые исследуют явления в лабораториях НИИ и искусственно создают шаровую молнию, отрицают возможность того, что огненный шар – часть живого организма. Природная шаровая молния, которую мы наблюдаем в природе, она вот может жить не как наши до секунды, а там десятки секунд, даже минуты. Но и там, в принципе, вот этот заряд, который у нее есть, он может создавать мощные электрические поля. Мы не знаем, как человек себя в этих полях ведет, в мощных, очень сильных полях. Ну вот, в частности, может быть и такое, что ему кажется, что это живое существо. По какому пути поведет нас загадка шаровой молнии? Пока на этот вопрос никто не может ответить. В то же время на планете Земля, в разных ее точках, каждую секунду летают от трех до семи шаровых молний. И никто не может сказать, в чью форточку они готовы проникнуть с минуты на минуту. И чем закончится встреча с этим таинственным явлением? Почти ежедневно в урочище Синья гора в Волгоградской области появляются новые дыры в стволах деревьев и новые обугленные следы на полянах вокруг Медведицкой гряды. Здесь уже давно привыкли к подобным аномальным явлениям. Но чувство тревоги все равно не покидает обитателей этих мест. И каждый из здешних жителей в душе надеется, что коварный огненный шар обойдет его стороной. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...